Красная Москва. Этот незабываемый аромат помнят люди старшего поколения, которые уносят нас в далекие 50-е. Сотрудники Раменского историка художественного музея приглашают жителей за витрину универмага. Так назвали новую экспозицию одежды и аксессуаров модниц прошлого столетия. Все началось вот с этой замечательной читы Мельниковых, которые ходят, смотрят. Они нам позвонили и сказали, что у них много интересных вещей осталось от мамы. Мы приехали, и вдруг мы увидели шикарные платья из панбархата. Вот здесь черное платье, вот там увидите синее платье и великолепные шляпки. И нам они настолько понравились, что мы их, конечно, взяли, мы их оформили, как положено. Но у меня всегда крутилась в голове мысль. Видим-то только мы их, а хочется, чтобы эту красоту видели все. Но мы долго думали и решили, а почему нам не сделать выставку «Женские образы 50-х, 70-х годов». Начали делать, подтянули уже имеющиеся предметы, потом бросили клич в соцсети. И вдруг нам стали обращаться люди, приносить кто духи, кто белье, кто сумочки. И, в общем, в результате вот такая выставка родилась. Появилась такая Ольга Владимировна идея, то был предоставлен материал. И, в общем, мы решили назвать выставку «За витриной универмага», поскольку материал очень разный. И как его собрать воедино, было как бы сначала сложно. И когда у нас появилось это название, мы сразу же начали делать по разделам. То есть появились где журналы, где шляпки, где парфюмерия. Ведь универсальный магазин «За витриной универмага», универсальный магазин, там было все, все отделы, все. Естественно, то, что у нас было в фондах, что нам принесли дарители наши, естественно, все попало сюда. Безусловно, будет интересно и модницам 50-х, 60-х годов, и модницам сегодняшнего времени, которые могут для себя открыть этот мир, своих бабушек по-новому взглянуть, что они тоже были молодыми, тоже умели наряжаться, и тоже хотелось быть красивыми. Первыми посетителями, конечно, была чета Мельниковых. Теперь наряды их родителей не пылятся в комодах, это музейные экспонаты. И надо отметить, что женщины 50-х обладали изысканным вкусом и любили наряжаться. Это лежало дома просто, кроме нас никто это не видел, а вещи такие, я считаю, что теперь уже уникальные, то хотелось, чтобы, наверное, кто-то еще это увидел. Ну и вот мы предложили Ольге Владимировне, не нужны ли ей вот такие вещи, да, чтобы кто-то еще посмотрел, и это как-то сохранилось, наверное. И хотелось бы, чтобы была память о моей малой родине, и как можно больше людей увидели те вещи, которые, в общем-то, были нам дорогие, ну, дорогие как память. Здесь я видела совершенно другое настроение, какое-то такое легкое, воздушное, да, такое, скажем, ну, бытовое общение. Ну и действительно, мы видим, мода меняется, но какие-то элементы повторяются, то есть в этих вещах мы увидели и некоторые современные мотивы, которые повторяются и в современных изделиях. Атмосфера погружает зрителей во времена, когда по улицам ездили Победы, а модницы щеголяли в пышных платьях, шляпках-менингитках и благоухали Красной Москвой. Сергей Григорьев, Ольга Склябина, Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо.